Пастор только что говорил в 23 стихе «Бог, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться, мы можем каждое утро провозглашать это. Господь, мой пастор, мне не в чем нуждаться». И в этом псалме мы можем жить каждый день с утра до вечера, и мечтать об этом, чтобы так было. Еще один похожий псалом, 72-й псалом. Немножко прикоснуться к нему, и мы будем еще поклоняться. Здесь вы можете почитать до, самое начало этого псалма. Давид идет и здесь говорит о том, что он борется с мыслями, там тоже кризис. Но в этом всем он говорит, «Но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». «На небеса». «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле? Изнемогает плоть мое и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо тот, удаляющий себя от тебя, гибнет, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к тебе. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Это твое слово, Господь. Это твое обетование». Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня, чтобы оценили и воздали хвалу, оплодировали друг другу, потому что мы в замечательной церкви. Такая должна быть церковь, как Библия говорит, как тело Христа, которое все наполняет. Я рад смотреть на служителей, на их сердца, на их отношения, то, что они делают, на девочек из других служений. Я хочу сказать, особенно нашим пасторам, которые несут нас. Я несколько раз переслушал прошлое богослужение, прошлое воскресенье, и так делая домашние работы. Ты понимаешь, что одно воскресенье прошло, потом другое, прослушал следующее, и я чувствую, как мне так нравится, что моя душа, она прямо отзывается на каждое слово. Я опять кушаю это слово и позволяю менять меня, чтобы это слово меняло меня. И я хочу вдохновить, чтобы мы пользовались этими ресурсами, которые у нас есть. И если внезапно запретили бы встречаться то слово, которым ты наполнялся сейчас, ты можешь жить, ты можешь побеждать. Мы можем до победы дойти. Слава Богу за полноценную еду, за прошлое служение. Мы к этому вернемся. Это пророчество, пастор. Я в восторге за наших пасторов, за Лиг, за Вилнес, за Давида, за то, как они растут, как они не останавливаются идти вперед. Воздадим, поаплодируем тем нашим пасторам и благословим Давида, который находится вдалеке сейчас. В Ютубе у нас есть можно найти прославление. Может, какое-то время мы не ставили новые песни. В Spotify тоже можно найти христианскую музыку. Это что-то тоже дает. Это что-то поднимает и делает в нас. Но я уверен, то, что больше всего помогает и то, что можно делать. И я в восторге от этих моментов, когда бегая, когда косишь траву, все равно, что ты делаешь. Дома работаешь, слушаешь в наушниках слово, которое исцеляет, которое что-то делает с нашим духом, которое воспитывает мой дух. потом Ояр будет служить, и он все исправит то, что я не скажу сейчас. В 72-м псалме это моя молитва. Я столько раз молился этим псалмом, но я всегда 23-й стих вокруг проблемы. Но я всегда с тобой. Это мое решение. Я не жду от Бога, чтобы Он что-то делал. Это мое решение. Просто встаюсь с Ним во время бури, даже в этой лодке, когда ученики не знали, что делать. Все, что им надо было делать, оставаться в лодке, потому что у них был Иисус. Если Иисус с тобой в лодке, оставайся всегда с Иисусом. И то, что Бог говорит, ты держишь меня за правую руку. Когда я держусь за Него, Он держит мою руку. Мы можем от всего сердца, я прошу, чтобы вы послушали прошлое служение, предыдущее еще служение, как полный комплект, как полную порцию. Возможно, несколько раз в неделю послушаем, чтобы это что-то в нас рождало, возобновляло. И я удивляюсь, как пастор может 50 раз что-то говорить на служении, и это все говорит обо мне. когда я как ветвь остаюсь у дерева, я расту, и все, что я должен делать, оставаться с Ним. Если я остаюсь с Ним, то Он держит меня за правую руку. Он руководит меня советом своим, и потом примет меня в славу. наше одно задание держаться за Иисуса, не отпускать Его, что бы ни случилось вокруг. Я держусь за Тебя, Царь. Моя задача держаться за Тебя, когда Ты Мой. мне не надо ни небеса, ни землю. Я столько раз это говорил Господу в разных местах, со слезами, без слез, когда я чувствовал, когда я не чувствовал, что Ты, когда Ты Мой, мне не надо небеса и землю. А что сейчас? Что-то меняется в обстоятельствах. Если меньше дохода, не остается что-то или что-то коротковато, что становится с этим заветом, с которым я с Богом. Должно же включаться это слово тогда, когда Ты Мой, мне не надо ни небеса, ни землю. Из Немного помогает плоть Моя, сердце Мое. Бог, Ты твердыня сердца Моего и часть Моя вовек. Дьявол пытается попасть в самое слабое место. Он пытается нападать на нас. У нас всех есть нападения. Он это пес, который бегает вокруг и притворяется львом. Но если мы остаемся в этом псалме, если мы остаемся в этом завете, который поем мы, даже если на момент я был в самом большом кризисе, твердыня Моя, ты Моя часть вовек. Даже во время войны, когда ты потерял свой дом, все свои сбережения, все, на что ты уповал, ты говоришь, Бог, ты Моя часть навеки. Я представляю настоящего верующего человека, который выходит через с такой ситуацией и прославляет Бога. Говорит, ты Моя часть, ты выведешь Меня, ты знаешь демо и завтра. Надежнее без всего того, что я строил все года, но с тобой. Это самое надежное место. Я не знаю, что впереди нас, но мы можем уповать на нашего Господа. Ибо удаляющиеся себя от тебя гибнут. в книге Откровения во втором стихе, во второй главе 25 стих говорит «Только то, что имеете, держите, пока приду». Я сегодня ничего больше не хочу сказать, но то, что у вас есть, то, что мы получили, как прошлое воскресенье, я был на служении, попадает, попадает, все попадает, все, что пастор говорит, это так, вибрирует во мне, что-то в моем духе происходит в тот момент. Я прихожу домой и говорю «Было, что-то попало во мне, в меня, но я не помню, что. Я понимаю, что слишком много всего получил, но именно то, что Бог мне сказал, что это было, и это было предупреждение, которое пастор сказал. возможно, те, которые больше всех получили, те, которые были ближе всего сердца, ближе всего к Богу, они могут потерять Божью любовь. И мы начинаем что-то ждать, ожидать, и теряем этот смысл, зачем мы все это делаем. Но здесь обетование. Не те, которые очень работали, которые много жертвовали или много времени давали здесь строить этот дом в Божью славу. Но тот, который побеждает, кто делает мои дела до конца, который делает мои дела до конца, это вызов мне и вам, друзья. В прошлом месяце, когда я был в лагере, я заметил, что мне пришло напоминание, что в июне я праздновал 30-летие после того, как я покаялся. Но многие не могут поверить, что мне уже больше 30-ти лет. 30-ти лет. Мне 35 лет. Пять лет я отдал свою жизнь Богу. Я пережил Его любовь. Возможно, у меня было особое милосердие, что я в раннем возрасте меня вели на служение, на молитвенные. Я был в церкви, и так должно быть и с нашими детьми. Вы знаете, что? Я сожалею о многих вещах, которые я сделал, о том, что я съел, и потом мне надо было бороться, чтобы избавиться от этого. Я сожалею о том, что я хотел купить, купил, но от этого не было смысла. И мы смотрим на все эти плееры, все эти наушники, которые были 10 лет назад, очень большая ценность, но я понимаю, что у них нет сейчас ценности. Единственное, что я не сожалею каждый момент, который я проводил с присутствием Божьим, который я проводил в Божьем доме, каждый сантим, который я как ребенок накопил и отдал Богу, доверяю ему, что у меня очень много комплексов, я очень много я раньше думал, дайду ли я эту подходящую девушку, мне были еще в подростковом возрасте, думал, будет ли у меня образование, дотянули до четверки, но вы знаете, Бог верный, Бог верный, и он как пастыр сказал, он безумно щедрый, щедрый Бог, щедрый Бог, он щедрый, хочу прочитать, это пророчество на этом закончить, это пророчество прошлого служения, как Бог говорил через пастора, я верю, что мы вырежем его и потом в Ютубе выставим, чтобы мы могли только его слушать, и чтобы это присутствие Божие, которое было в тот момент, чтобы наполнило, я хочу прочитать и этим закончить, так говорит Господь, который пришел в теле, время приготовить фонари, это время приготовить свой фонарь, это время быть серьезным, время научиться понять и использовать, это твое время, мой сын и дочь, это ты должен взять всерьез, это серьезное время, вокруг все выглядит как обычно, но это твое время, я предупреждаю, тебя, я люблю тебя и призываю тебя, я хочу, чтобы ты был готов к тому, что придет, это будет неприятное время, это будет вид неприятный, это не, нельзя будет на гамаке сидеть и смотреть на это время, но это будет хорошее время для тех, кто держится за меня, тех, которые держатся за меня, которые слышат от меня, они выйдут, больше времени подготовиться не будет, это наше время, это наше время, так говорит Господь, нельзя откладывать, больше не откладывай, не относись легкомысленно, ты хотел предупреждения, это предупреждение, ты хотел, чтобы тебе сказали, я говорю, ты хотел, чтобы так по-настоящему сказали, теперь я говорю, это время, время, в нашей жизни есть дух и тело, то, что мы в тело вкладываем, эту информацию, эти источники, это то, что поднимает в нас этот взгляд на эти мирские вещи, и мы впадаем в депрессию, но второй это дух, он растет от Божьего присутствия, от Божьего слова, нам, как детям, которые рождены свыше, нам необходимо это присутствие матери, чтобы мы росли, чтобы мы становились крепкими и сильными, и победили то, что придет в церковь, это время, встанем и будем подниматься, сейчас действительно встаем, Господь придет скоро, аминь, аминь, рад быть между вами, и это большая честь, Отец Небесный, я благодарю Тебя за Духа Святого, я благодарю Господь за то, что Ты сказал, Ты ушел, но оставил нам советчика и защитника, Тебе, спасибо за Духа Святого, который прикасается к нашим сердцам, и мы отдаем себя Тебе, Дух Святой, и в это утро просим прикоснись к нашему сердцу, пусть Твое присутствие приходит в нашей жизни, прикоснись к тем, кто смотрит в прямом эфире, мы молимся, Дух Святой, сделай эту работу, у их сердец, что Ты запланировал. Спасибо, Тебе, Небесное, что мы можем уповать на Тебя, отдать себя Тебе и воздать Тебе хвалу во имя Иисуса Христа. Это так важно. Это то, что делает нашу жизнь, нашу веру, живой это Дух Святой. Я хочу начать со свидетельством. Помню одного человека, который был в моей жизни. И вы можете подумать о тех, кто свидетельствовал в вашу жизнь. Это были 90-е годы, 94-е возможно. Я шел через центральную станцию, и там был иностранный миссионер, который ни слова не знал на латышском. Он просто делил буклетики про Иисуса, и я получил этот буклетик, пришел домой, прочитал, там был Евангелие о Иисусе Христе. Я помолился, эту молитву принял Иисуса Христа, и что там дальше надо было делать, там написано, что надо читать Библию, найти церковь, но я был молодой парень, я не знал, что мне делать, и я этот буклетик положил в полку, но я исповедовал Иисуса своим Спасителем, но я чувствовал, что что-то в моей жизни изменилось, кто-то дает мне советы, вещи, которые я делал до этого, мне перестали нравиться. И была у нас соседка на третьем этаже ниже нас, я знал, что она была раньше наркоманкой, но она пришла к Богу, она поднялась к нам на пятый этаж и принесла, она сначала одолжила деньги, потом через неделю принесла деньги нам и дала нам моей маме Новый Завет, и я только знаю, что в тот момент в нашу семью пришел Новый Завет. И Дух Святой вел так, что я чувствовал, что это Новый Завет, этот мне надо начать читать. Я его начал читать, когда первый раз я начал читать, я почувствовал, что как будто в меня какой-то свет вливается, и это то, что Дух Святой делал в моем сердце. И в 96 году моя мама с папой, они гуляли, и были парни из церкви. Один был Айнар, который публично проповедовал Евангелие о Христе. И мы мамы, папа послушали, и им это проговорило, и они спросили, где у вас эти служения. И через неделю они уже были на служении, это было в время в Навэфе, и они вышли, покаялись и пережили это спасение. Они пришли домой радостно и сказали, что я нашла. Она говорит, я нашла. И через неделю я тоже был на служении, я на втором служении на балконе сидел и началось поклонение. Я чувствовал что-то необычное, что Дух Святой прикасается ко мне, что-то непривычное. Это моя первая связь с Церковью была. И так начался мой путь со Христом. И теперь каждый мы свидетель Христа. Почитаем, местописание Евангелия от Матфея 10, 32. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным». Евангелие от Луки написано перед ангелами также. И мы свидетели Бога. Каждый раз, когда нам получается рассказать кому-то о Христе, Иисус исповедует нас перед ангелами и Богом. И это большая привилегия, что мы можем кому-то говорить об Иисусе. Это возможности, которые мы должны использовать. Я это написал, возможность исповедовать. исследовать. У нас есть всякие технологии, мы можем делиться служениями, веря, что Дух Святой кому-то проговорит. Конечно, есть люди, которые не нравятся, которые перестают с тобой следить в социальных сетях, но это большая ценность. И в тот момент Иисус исповедует нас перед ангелами и Богом. Евангелие от Марка 8, 35. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. мы можем получить, теряя. Что же мы теряем? Когда мы проповедуем об Иисусе, как пастор Давид говорил, что мы можем потерять вечер, но что-то ты теряешь, но на самом деле ты это вкладываешь в вечность, и ты получишь награду. Читаем дальше. Марка 10, 29. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие. Среди гонений сто крат более. То, что мы теряем ради Христа, Он сто крат возвращает нам на земле. И дальше мы будем считать, что Бог вознаградит за то, что мы делали здесь на земле. И мне кажется, очень большая ценность оторвать что-то от себя, своего времени и отдать это Богу. Те, кто служит здесь, они получат вознаграждение от Христа и стоит что-то терять ради Христа. Евангелие от Луки 12, 29, 31. Итак, не ищите, что вам есть, что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божье, и все это приложится вам. Я написал фокус на Божье Царствие. не заботясь, как мы можем не заботиться, когда цены все поднимаются, что мы видим, что мы больше денег тратим. Иисус говорит, не заботься об этом, но фокусируйся на Божьи дела, на Божье Царство. Я в своей жизни пережил, что когда ты гонишься за Царством Небесным, и как Бог вознаграждает. Был у меня один такой друг, с которым мы служили в армии, он покаялся там через 10 лет, он через друзья связался со мной, начал приходить в церковь, и у него в церкви было очень многие, которые не покаянные были, не знали Христа. И мы каждую неделю ехали к каким-то членам его семьи и проповедовали Евангелие. Так мы какое-то время делали, и у меня было чувство, что я слишком много служу Богу, у меня нет времени больше заработать деньги. И был момент, когда я положил одну почтовую марку, которой я не знал цену, я хотел за 70 долларов продать эту почтовую марку, потому что однажды я поставил 18 тысяч долларов и забыл об этом. И тогда, когда я начал служить Богу, Его родственникам, было воскресенье, и я пришел после воскресенья, и у меня четыре письма на eBay, и один человек из Японии хочет купить за 18 тысяч долларов эту почтовую марку. Пока я был в этом шоке, он перечистил деньги и написал так, пусть Бог благословит тебя и твою семью. это ощущение было так, как будто Иисус был рядом, как будто это местописание исполнилось моей жизнью. Это вдохновило меня служить Богу еще больше. Мы начали ездить по тюрмам, проповедовать Евангелие там, и я начал по пятницам евангелизировать. и так прошло время, и через год эти деньги уже потрачены, и мне пришло такое горе, может, надо было эти деньги как-то иначе потратить, потому что когда-то я был в долгу, и я мог покрыть же часть этого долга этими деньгами, но я как-то доверяю Богу, я просто тратил эти деньги. И был момент, когда потеряли эту квартиру, в которой мы жили, и начали жить у родителей, у нашей жены, и мы, я, жена и ребенок начали жить в 12-ти квадратной метровой квартире, но мне внутри было «Будь благодарен», и я начал благодарить. Спасибо за хлеб насущный, спасибо, что крыши над головой прошли 7 месяцев, и я пережил это чудо, что я вам свидетельствовал, с одного человека купил банкноты за 200 евро, купил у одного человека и продал за 100 чем-то долларов, и я смог купить квартиру, и это то, что если мы доверяем ему, мы проповедуем Евангелие, то там такие механизмы начинают работать, которые приносят плоды. Почитаем дальше. Книга Откровения, 1.12-18. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говорящий со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, и по персам, опоясанного золотыми поясами, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как племень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице свои семь звезд, и из его уст выходил острый, с обеих острый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я всем первый, последний, и живой, и был мертв, и все жив, во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти. И так мы должны обращаться к Иисусу, когда мы предстанем перед Его престолом. Здесь Иисус говорит, не бойся, вопрос, готов ли ты встретиться с Иисусом, прожил ли ты свою жизнь такую, чтоб ты мог готов быть встретиться с Ним, не стыдясь этих дел, что ты делал. Хоть спасены мы через милость Его, но что мы потом будем, что мы потом делаем с нашей жизнью, инвестируем ли мы в будущее или нет. Посмотрим следующее местописание, 1 Коринфянам 3, 13-15, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устроит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Бог наши дела будет проверять через огонь. я это назову как день зарплаты. Все, что мы оторвали от себя и дали ему, служил ли ты в церкви или проповедовал Евангелие, все, что мы оторвали от себя и инвестировали в будущее, Бог говорит, я дам тебе за это награду. что значит оторвать от себя, что нам кажется, может нам надо думать о себе больше, но в фокусе мы должны оставить Божье Царство, Его дела. И вопрос, что нам делать? Первое послание Коринфянам, 9, 27, Павел говорит, «Но усмиряю и порабощаю тело Мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Я бы назвал это тренировкой, когда мы тренируем себя, когда мы идем проповедовать Евангелие, когда мы переступаем через то, что мы не хотим делать, хотя бы быть с другими, поучиться от кого-то, проповедовать Евангелие и думая, что это хороший пример у нас в церкви, пастор Давид приглашает каждый вторник проповедовать Евангелие, это возможность кому-то рассказать об Иисусе, по крайней мере пробовать или дать какой-то буклетик или своим присутствием поддержать, и поэтому и я стараюсь по этим вторникам быть, может кто-то может приходить вместе со мной, я могу поучить, как это лучше делать, и это замечательная возможность служить Богу, использовать эти возможности, которые Бог нам дает, это время коротко, и те вещи, которые нас ожидают, это более драматическо будет, пока лето, сейчас хорошее время начать, я хочу рассказать, как у нас во вторник прошлый был, я тоже там был, и то, что мне лично проговорило и вдохновило, это мы в трех поколениях можем проповедовать Евангелие, там была моя мама, был я и был мой сын, мы как команда, конечно, братья и сестры из церкви, мы могли идти и проповедовать, это так радовало, это замечательно, когда твои тоже могут приходить и служить, и я чувствую большую поддержку, когда еще кто-то из церкви есть, кто-то новый приходит, и это замечательная возможность, и как нам шло, я был с двумя сестрами, мы троем шли, я хотел поучить их, как лучше это делать, может им пригодится, мы подходим на баскетбольную площадь, там один парень сидит, мы подходим к нему, я провозглашаю Евангелие ему, спросил, хочешь ли ты принять Христа своим спасителем, да, он сказал, да, оказывается, он из Салдуса приехал, да, здесь он приехал, принял Христа, дальше мы шли, там тоже с людьми разговаривали, в самом конце, 10 минут оставалось, мы опять идем через эту баскетбольную площадь, и там в том же месте сидел другой парень, он оказывается из христианской семьи, но я рассказал ему Евангелие, он никогда не принял Христа своим спасителем, он покаялся, я сказал, у тебя, значит, есть церковь, куда приходить, он говорит, нет, моя церковь больше никуда не ходит, и поэтому так интересно, что Бог через нашу команду достиг его, я подарил ему Новый Завет, и пригласил в церковь, Бог может тебя использовать, ты должен ему доверять, даже в те моменты, когда кажется, что ты провалился, потому что такие часто ситуации, что ты никому не можешь подойти, то, что ты там есть своим присутствием, Бог это видит, и знает, что Бог делает, Он тебя исповедует перед ангелами и Богом, Отец Небесный, спасибо тебе, великий Господь, за твои возможности, что ты даешь, как церковь, проповедовать Евангелие, спасибо, Отец Небесный, за прямые эфиры, за записи, что они могут говорить, мы молимся, Дух Святой, чтобы ты мог использовать эти вещи, и мы даем себя тебе, Дух Святой, пожалуйста, используй нас, своими Иисусом Христа, чтобы твое царство распространялось, чтобы твоя воля была как на небе, так и на земле, используй нас, сделай нас солью земли и светом мира, дай нам смелость, чтобы мы могли проповедовать тебя, чтобы мы могли дождаться этот момент, когда мы предстанем перед тобой, как Павел сказал, что мы пробежали этот путь, и мы можем получить эту награду, спасибо тебе за это помазание, за работу Духа Святого, что мы можем доверять тебе, отдать тебе свою жизнь, заново и проповедовать Евангелие, спасибо, что Евангелие, оно говорит во имя Иисуса Христа, тебе вся честь и слава, во имя Иисуса Христа, аминь.